Добрый день, Михаил! Мой коллега с Украины Андрей Кривосын. Добрый день всем! Сегодняшняя наша встреча будет посвящена обзору кабельной подружки L180H, как я уже сказал. В принципе, краткие обзоры мы делали уже раньше, но сегодня мы немножко поподробнее пройдемся по органам управления и поговорим о них. Андрей? Да, добрый день еще раз всем, коллеги! Мы находимся в кабине фронтального погрузчика Volvo L180H и сегодня покажем вам органы управления машиной. Начнем снизу, где управление происходит на педалях. Значит, у нас педаль тормоза дублируется. Так, пропала связь с моим коллегой. Здесь находится эко-педаль, то есть педаль газа, которая одновременно является эко-педалью. Там находится пружина, ну и, соответственно, не дает нажимать ее... Оказывается, сопротивление при нажатии, чтобы не нужно было нажимать ее до конца. Значит, переходим дальше. Кнопочка у нас включения стояночного тормоза. Это блок кнопок на управлением Contronics. Да, то есть, экранчиком, который там у нас находится. Ну, соответственно, рулевое колесо. Рулевое колесо у нас регулируется по высоте. Вот, нажали на рычажочек и колесо опустилось. С левой стороны у нас находится рычаг включения движения, направления движения вперед-назад, Forward-Reverse и переключения скоростей. То есть, первая, вторая, третья, четвертая. Значит, немножко про Contronics. Здесь у нас основные кнопки на управление вот этим меню. Мы можем видеть все состояния двигателя, трансмиссии, гидравлической системы, мостов, системы электрической системы, да, то есть и так далее. Все сообщения машины сюда выводятся на экран. То есть, этот пульт задействуется исключительно под систему Contronics. Значит, с правой стороны у нас находятся рычаги на управление оборудованием, подъем, опускание стрелы и поворот ковша. Подъем, поворот. Значит, при коротких циклах гораздо удобнее работать именно с помощью этого, с правой панели. Здесь есть переключатель движения, он дублируется вперед-назад. Гораздо удобнее, не отвлекаясь на вот этот рычаг, переводить его в движение вперед-назад, а именно работать вот этой кнопочкой. Она всегда под рукой у нас, под выключателем, и мы можем пальцем спокойно ее включать. Значит, здесь у нас находится еще кнопка активации вот этого переключателя, и кнопка блокировки гидравлики. Ну и, так сказать, можем, в принципе, перейти к самому Copilot, к системе. Сейчас мы включим машину. Капайлот при запуске всегда включает камеру заднего вида, и далее пару секунд запускается, а потом мы будем видеть уже меню load assist и так далее. Значит, вот он нам показывает имя оператора, его профиль, в который мы заходим каждый раз, когда начинаем смену. Ну, мы так вот видим. Так представлено меню у нас load assist, в котором отображаются основные характеристики. Естественно, его можно поменять, изменить вид, убрать там камеру, выключить. Будет он такого вида, частично. Значит, нас интересует больше режим оператора. В данном меню мы можем видеть загруженность машины, работу тормозной системы, работа с педалью газа, и как включается у нас, блокируется коробка переключения передач. То есть, есть много факторов, которые очень интересны. Чтобы разобраться, достаточно нажать вот такую вот кнопочку, и мы можем по каждому из этих блоков, отдельно нажимая на них, прочитать, что он обозначает, что оператору нужно знать. То есть, этот показывает время работы, общее время работы после сброса данных по активному пользователю. И так далее. По каждому блоку можно спокойно посмотреть, почитать на какие характеристики, что он показывает. То есть, использование тормозной системы, работа с педалью газа. То есть, эти все функции, они направлены на то, чтобы помочь оператору более эффективно выполнять свои задачи. Соответственно, более качественно расходовать топливо и выполнять операции на машине. Еще более интересная функция, мы, которую можем отобразить, это функция, которая объясняет нам все вот эти вот кнопки, которые находятся на правой панели. То есть, это как помощник для оператора. Вот он находится. Нажимаем на эту кнопочку. И здесь у нас интерактивное руководство. Оно рассказывает каждую кнопочку, что оно означает. То есть, это очень удобно. Не нужно искать никакую инструкцию. Если мы забыли, за что отвечает какая-то кнопочка, зашли в меню и, пожалуйста, читаем. Это больше для машины с двигателями Euro 4 и так далее. Вот у нас объяснение кнопки первой кнопочки. Вот она находится. Это Full Automatic Power Shift. Поскольку у нас трансмиссия установлена OptiShift, раньше был здесь такой регулятор, его нужно было крутить, а сейчас это все перенесли на одну кнопочку. Вот мы видим описание этой кнопки, что она означает, как она работает, как она включается и так далее. в каком положении фиксируется и далее. Естественно, по каждой кнопке. Вот блокировка трансмиссии. Для чего она, что делает и как правильно работает. То есть, достаточно много функций. Все объясняется, все очень просто рассказывается. Достаточно уделить времени, почитать. И машина будет... Да, Андрей, я бы хотел еще добавить, потому что ты рассказываешь. Здесь надо понимать, что Copilot может содержать в себе различные функции. В большинстве они идут как опции. То есть, вот то, что мы сейчас рассматриваем, это базовая поддержка оператора. Она есть всегда. Значит, если мы хотим получить взвешивающую систему, то это уже опция. То есть, здесь вот на вашей машине есть взвешивающая система, а в стандарте, если машину заказывать в стандартном МРСе, ее может не быть. Соответственно, то есть, вот здесь надо понимать, вот такие вот вещи. Можно дополнительно заказать карту, то есть, если на площадке рабочей есть сочиненные самосвалы, оборудованные Copilot'ом, на которых есть карты местности, оператор погрузчика будет видеть, где находится какой самосвал, и, соответственно, он сможет подготовиться к погрузке заранее. Ну, и, соответственно, это, опять же, может оптимизировать работу на участке и, скажем так, повысить производительность, повысить отдачу техники. Абсолютно верно, Михаил, полностью согласен. Чуть продолжим еще про Copilot. У нас есть еще здесь достаточно удобный функционал тоже для оператора. Это, к примеру, тот же калькулятор. Мы можем конвертировать здесь величины, например, выбрать, допустим, массу, килограмм, пункцию, например, для понимания работы машины, работы с весом и более уже точной настройки. То есть, достаточно удобный функционал. все под рукой, все рядышком, со всеми инструкциями для облегчения, опять же, нашей с вами работы. То есть, в принципе, система из опыта, из работы наших операторов, которые у клиентов работают, покупают эти машины, очень удобно то, подмечая, что все находится в одном месте. настроили, задали параметры, пришел оператор в начале смены, поменял предыдущего, просто, поскольку мы уже понимаем, кто там работает на машине, там 2-3 оператора меняются, он выбирает свой профиль, свои настройки, и все, и идет в работу. Очень быстро помогает система работать в машине. Соответственно, и все контролировать. по остальному, да. Еще я хотел бы добавить, сейчас пока для нас приложение для водителей самосвалов пока еще не доступно, но оно уже появилось на европейском рынке, я думаю, оно в следующем году должно появиться уже, быть открытым и для нас, и тогда, возможно, будет осуществлять коммуникацию с помощью EpoPilot с водителями самосвалов, которые приезжают под загрузку. То есть, водительный самосвал нам будет просто поставить в приложение, и через него он будет будет осуществлять коммуникацию с оператором погрузчика. Оператор погрузчика будет знать, что за машина, какой объем кузова, и где она находится, заранее готовится к ее загрузке. Вот такой вот интересный функционал, который уже, в принципе, начинает внедряться. К сожалению, пока что для нас недоступен. да, все правильно. Ну и, Андрей, может быть, ты нам немножечко покажешь по контрольнику, просто пощелкать по разным показать, что мы можем посмотреть с помощью контролика, что оператор видит на дисплее. Да, конечно. По контролику мы видим, изначально нас встречает такое меню, где отображение идет расхода топлива, выбранной передачи, температуры за бортом по 3 градуса и нажимая кнопочку, отведенную для выполнения определенной функции, мы можем видеть характеристики того узла. Например, вот нажимаем двигатель. У нас отображается температура охлаждающей жидкости, давление масла, уровень, состояние фильтров, температура, обороты двигателя, то есть все характеристики более детальны. Соответственно, нажимая, к примеру, на следующую кнопочку на трансмиссию, выводятся характеристики трансмиссии. То есть фактически оператор может проверить все системы, не выходя из кабины. Хотя, конечно, в обязанности оператора входит чисто визуальная проверка, то есть надо обязательно регулярно проверять уровень масла с помощью щипа, хотя вот эти все системы, они защищают маслу и помогают оператору вводить в пустое, что происходит и в таком состоянии тот или другой визу. Да, абсолютно верно. Обязательный контроль физический всех точек смазки, всех мест. Это только как помощник. Ты можешь в работе, остановился или еще что-то, быстренько пробежались по менюшке, все проверили, или же возможно какое-то сообщение выскочило, мы не отвлекались от работы, а потом на пересменке нужно было его посмотреть, нажали на сообщение и увидели о чем там была либо какая-то ошибка, либо еще что-то. То есть абсолютно очень удобный интерфейс и абсолютно хороший помощник. И я еще хочу добавить Андрей, что в принципе на наших погрузчиках очень много ну то есть то, что мы посмотрели по Купайлоту это скажем такой помощник, который подсказывает оператору как он управляет машиной и помогает ему работать более эффективно. Но на самом деле на машине у нас очень много всяких систем, которые помогают и опциональных, и стандартных, и вот такие, как например оптиши, такие как реверс байк брейкинг, то есть защита машины идет очень серьезная. Если например оператор меняет направление движения не остановив полностью машину, то автоматика отследствует это и не производит включение противоположного хода до полной остановки машины. Это тоже такая защита и помощь. И блокировка гидротрансформатора при движении тоже очень полезная вещь. То есть в принципе не все операторы включают эту блокировку, но на самом деле она позволяет очень хорошо экономить топливо, топливо. что при перевозке материала например на дистанцию 50 метров или больше, то есть при перевалке каких-то сутручных материалов и погрузчики это позволяет очень серьезно экономить топливо. То, что у нас блокируется гидротрансформатор и нет потерь при передаче крутящего момента от двигателя на колесах. То есть вот такие вот функции, стандартные функции, которые имеют наши машины, они очень хорошо помогают. Ну и вот на данной на вашей машине я просто посмотрел там спецификации у вас стоит мягкая подвеска стрелы, дополнительный противовес, то есть машина явно предназначается для как раз для перевалки следующих материалов, потому что это как раз очень хорошие опции для вот такого типа работы. Во-первых, меньше просыпания материала с мягкой подвески стрелы, то есть можно более высокую скорость поддерживать при движении и машина работает более эффективно. Андрей? Да, Миш, абсолютно верно. Это тоже было пожелание клиента тоже так машину скомплектовать. Так что я думаю, что выбор был сделан в правильную сторону и люди, которые ценят эффективность работы, расходы топлива и соответственно работу оператора, то выбирают правильные комплектации машин. Абсолютно с тобой согласен. так, если у тебя нечего больше добавить, я думаю, в принципе, мы можем на этом наш пир закончить, потому что если мы будем слишком углубляться в функционал, то это потребует очень много времени. Я думаю, кому интересно, могут посмотреть наши брошюры или если человек управляет такой машиной, то он может зайти в контроль и посмотреть весь функционал и почитать руководство оператора. Оно там тоже есть. конечно, верно. Вся эта информация. Прошу прощения, вкупайло. Да. Хорошо. Всем тогда спасибо большое за внимание, спасибо за уделенное время. Надеюсь, мы смогли ответить с Мишей на часть вопросов, которые возможно кого-то интересовали. Всегда рады помочь. Спасибо тебе, Андрей, за участие, за то, что ты нашел время. И спасибо нашим зрителям за то, что они тоже нашли время и посмотрели наш эфир. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. Хорошего дня.